2 глава, 15-16 стих. Это послание к нам. Сегодня пришло утро. Я его читаю. Не любите мира, не того, что в мире. Что устарело за две тысячи лет? Мир остался тот же самый, и люди такие же. Кто любит мир, в том нет любви очень. Ибо все, что в мире, двоеточие, похоть плоди, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Ева подошла к дереву познания добра и зла и увидела, что дерево хорошо рассмотрела. Чем оно хорошо, неизвестно. Дает знания. А какое знание? Знание только одно. Слушаться Бога хорошо. Другого знания-то оно не получило. И не слушать дерево плохо, познание добра и зла. Похоть очей, а дальше гордость житейская. Возношение над Богом. Бог сказал, а поверила дьяволу. Ну, Бог сказал, не вкушай. Чего еще надо? Какие исследования? Вот когда что читаем, надо всегда считать, вот это послание Иоанн написал мне. Потеряю. Я не считаю, что я из него возьму? Мир. А что такое мир? Вот и мир, и телевизор. От телевизора-то не отходите. Когда бы не пришел, выскочит испуганное. Ну, ясно, что сидели, смотрели. А что-то от дяди прячешься. А в храм придут, вот сегодня, гляжу, прошло-то 10 минут, весь извертелся, весь, и голову назад, вывернет, и ухо крутит. Совершенно как бесноватые дети ведут. А другой стоит, как свечка горит. Телевизор вылазит из тебя, дружок. Не любите мира. А родители-то, если посмотрели, сели, потратили время, не меньше, чем на фильм, и рассказали, что здесь? Это кадетство. Злодейство. Подготавливает убийц. Они друг друга бьют, уничтожают. Я вчера немного посмотрел, мне необходимо это, чтобы я, разговаривая со студентами, мог сказать, я не могу выйти, я не считал, на каждом шагу я не могу, не читал сказать, и матрицу, и все. Андрей Кураев разъезжает по селу, по всей стране, и в дело вступает у матрицы, а другие там, Кот да Винчи и прочее. Развенчать. Героев нет. Есть негодяи, отступники, карьеристы. Вы фильм-то хоть один покажите хороший. Фильм есть хороший, конечно. Иисус, по Ивангелии от Луки, Авраам, Иосиф. Полезно. А это похоть отчей. Увидел, дай. Дети никаких ограничений не имели. А что дальше? Дедовщина в армии. Гарантия, что домой тебе не вернуться здоровым, если так будешь вести себя. Еще раз говорю, у нас в семье служили мы, сколько нас? Четыре, пять братьев, четверо служили в армии. А дедовщина была? Я не могу этого припомнить. В разных воинских частях служил. Почему? Я могу ответить. В первую очередь, молитва матери. Сам-то еще ничего не знал, знал, что Бог есть. И другое, нигде не надо гордости житейской. Он старше, я сразу понял, он старше. Он сказал, Трудно ли мне пол ломать? Нет, не трудно. Гордость житейская. А это похотящее. Увидел, дай. А это не мое. Сколько в армии? Домой не вернулись, сидят дальше. Сроки отматывают. Полезные, боевские склады. А похотели всегда найдутся. Продавайте оружие, парашюты, что угодно. Меня Господь везде сохранил. И брат у моего точно так же. Он вернулся из армии. А расследование началось. Которые уволили. Всех нашли, всех посажали. Один мой брат остался только. А он снабженцем был в Москве. Всех пересажали до одного. Почему? Плохо. А радовались как? Я пошел, оделся, продавали что-то, все сдали. Небо в клеточку, а одежда в полосочку. И другого ничего не останется. Пророк Михей, 6 глава 8 стих. О человек, сказано тебе, чтобы действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Господом Богом твоим. Тебе сказано, человек, это небольшое, я знал, из паровок один. А где это сказано? В первую очередь в совести. Второй брат служит, первогородка старается уничтожить. Называется суворовцы. Разбойники и бандиты. Суворов этого не делал. А ведь тогда-то служили не два года, а двадцать пять. Сказали, полжизни страшно сказать. А как, молодых всячески старались поддержать, научить, рассказать, тоску его утешить. Сегодня ничего нет. Молодые приходят и стараются унизить похоть, гордость житей. А потом, какая-то армия, это они друг друга уничтожают. А если верующие были бы, да никакой армии не надо. Враг бы даже не родился. Пророк Захария, 8 глава, 19 стих. Он говорит так. Только любите истину и мир. А чтобы любить истину, ее надо знать. По правде. Я вот сейчас, перед тем, как прийти в храм, объехал всю окрестность, вокруг околочка, за железную дорогу туда зашел, все. Дали мне фотоаппарат, красоты эти божьи, как все свесет, какие цвета. Оттуда выворачиваю стадо. Я даже вздрогнул. Неужели, Порщинский опять пригнали? Так близко. Подъезжаю, наша девочка. Как она хорошо пасет. Стадо рассыпает, она на коне. Вы знаете, я о ком говорю. Нужно воззнать должное. На зеленых травах. И она вопрос задает, а кто за лошадкой ходит, когда хозяина дома нет? Что-то она сильно траву ест, наверное, она за ней плохо ухаживает. Милая, да как приятно его услышать, я со всех сторон сфотографировал. Это мне утешение Бог дал за неделю, что было. Ты, брат, ты учись у нее. Тебе пример не надо где-то искать за городом. Прямо в семье своей. Тебе сказано, как поступать справедливо и любить мир, и любить истину. Узнавай, что такое истина. По-божески, по правде. Ибо Иоанна 3,16 говорится, так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Возлюбей эту истину. Истинно Христос, Он нас возлюбил. Он ждет ответной любви от нас. А в течение дня какие разговоры-то бывают? Вы друг к другу походите и спрашиваете, я уже подучал вас. Какой стих тебе папа с мамой дали? А мне вот такой. А давай еще обменяемся, чтобы по два стиха знать. Собейтесь этого. Утром уходит на картоночку, он не может записать, помоги, запиши. Я в первый год получил пачку отпечатанных на латышском языке. А это язык новый я приехал, я его постарался изучить. Сразу же. И за полтора месяца, как приехал туда, я начал читать по-латышски. Это совершенно ноль. Да, готическими буквами, до того, было тяжело, как двери какие-то открылись. По-русски-то я вижу как, и мне словари-то не надо никакие. Я только беру. И сразу начал запоминать, Бог это делает. А потом я стал для себя это делать. У меня шпаргалками все карманы были забиты. А потом стали говорить, что я вообще в Библию. Понимаете, это высшая похвала, любите истину. Я могу обряды на последних шагах жизни и сказать, что ты скажешь. Ваши дети залезли на эти кирпичи. Я могу сказать из священного Писания, где обрушился город, камни, кого задавило, нельзя туда лазить. На неделе нескольких детей там задержали. Эти блоки лежат, они тяжелые, больше 10 килограммов. Вот так упадет оттуда, руки, ноги, голову разобьет. Который раз я сгонял детей. Никогда не подходите к этому. Вы рискуете своей жизнью, а ты не властен своей жизнью. Это похоть очей. Захотел полез, а ты себе строго скажи, я бы мог залезть, а я не залезу. Нельзя. Я нужен для папы, для мамы. Я нужен как благовестник. Я нужен Богу, Бог меня сотворил. Постой-то рассуждай. А дьявол невидимый тут такая вот из блоков крутится, манит тебя, ты его не видишь. И дьявол сразу провалится, одна дыра там останется около этих блоков. Вы научитесь видеть духовными очами, ты не сам лезешь. Тебя дьявол манит. И сейчас здравоохранение, Барнаурское, дом здравоохранения, я вам показывал, этот плакат выпустили, молодой юноша, такие глаза голубые, он смотрит, и с двух сторон два демона, хвосты, рога у них, и папиросы в рот ему суют. Видели, я тут плакат этот распространял. Ты не сам это делаешь. На уроках шуметь тут собачку сюда заталкивать. Всякие пакты сидел. Тебя дьявол искушает. Только ты чей? А ты вздрогни, скажи, никогда отодеть меня, сатана. Я Христу принадлежу, я крещеный отщадок. И все рухнуло. Я слышу страшные вещи, что дети сразвезды ведут себя лучше, чем дети верующих. Это ужасно. А они должны у вас учиться. Для этого они сюда приходят. Вы благодарите Бога, что приходят. А вы видите, они не изменились, не рожденные слышали, прям сразу с ними соединяетесь, на мотоцикл лезете. Не прикасайся к нему, отойди. Бог отечеет. Вот оно все. На каждом шагу. Иоанн 15-19. Если бы вы были не от мира, так, от мира, то любил бы мир свое, но так, как я вас избрал, и потому ненавидит вас мир. Они будут вас ненавидеть, и ни за что-то. Будут обзывать вас. У меня племянник жил. Его в школе оплевывали. Придет, плютка пьет, Иисусик. И что делать? Терпиев. Да, сходил, разобрался, поговорил. Жалобы ничего не дат. Я нашел тех хулиганов и поговорил, ну давай, чем ты лучше? Давай разберемся. Ты Бога не знаешь, не молишься. И он больше ни разу не стал подходить. А можно было так схватить, залпу накрутить, а у того еще, брат, еще круче. Ну у нас тут война уже начинается. Смиренно помолись. Евангелист. Марк 12-33. Плово Божие и Бога Христа нужно любить всем сердцем и всем умом и всей крепостью, которую нам Господь дал. И тогда вот этой похоти не будет. Что бы ни не подставил сатана, а кто-то из вас попадется за воровство. С чужим трактором подходите, технику, в машины лезете. Рано или поздно на этом и попадетесь. Никогда не подходи. Руки назад сложи, по магазину идешь, ни к чему не прикасайся. Помолись и отойди. Мне это не надо. Никакому прилавку не подходить и не покупать. Руки держи сзади. Нашел вещь, какая лежит, никогда не бери. Десять раз больше заплатишь. Специально бросаешь, а потом говорят, это моя, и тебя будут вытряхать. Похотечи. Никогда. Перепрыгнишь из нее и все. Пророк Иезекииль 23.20. Он рассматривает израильский народ и только постом. Другой вообще оружия никакого нет. Первое Петра 2.11. Посему? Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Они восстают. Их кто-то подставляет. Воображение. Вот смотрят фильм, они развращаются. Как там делают, дети копируют, стараются точно так же сделать. Первое Петра 4.2. Что в оставшееся время жить не по человеческой похоти, но по воле Божией. Довлетворяйтесь. На одной стороне на левой похоть человеческая, а на правой воля Божия. Какая похоть? Я вам задание даю каждый раз. Идете домой с детьми, с внуками, сядьте и скажите, похоть это похотение, страстное желание чего-то. Какое же у тебя желание? Когда вы скажите, ребенок тебе легче там заранее засаду-то поставить будет. Да поговори, какие последствия этого будут. Она полезла, она полезла по неразумию. Почему же раньше беседу-то с ней не провела? Да Бог помиловал. Может крестный ход, который ходил, теперь сегодня сработал. Внучка еще при тебе. А вот Миша, она разбитая, ее нет. И ты бы наракаялась. Во втором послании Петр 2.10 говорит так. А наипаче Господь отвергается тех, которые идут и идут по скверным похотям исполнять желания плоти. Девки, своевольны и не страшатся засловить высших. Своевольны. Своеволье и воля Божия. Это уроки-то ведь простые такие. У ребенка своеволе. И ты мне прямо распилили на бумаге и покажи, вот это вот воля Божия. Ты здесь сегодня можешь умереть? Можешь. Мы все ходим под Богом. А если ребенок этого не понимает, у него понятия отсутствуют. здравое и не здравое. Приезжают чужие люди совсем смело к ним подходят. Если тебя подцепили в машину и кинули и уехали, больше тебя не будет. А там тебя будут разрезать по частям в холодильнике продавать. Сколько детей это теряется? В послании к римлянам 13-14 апостол Павел говорит так. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечения оплойте не превращайте в похоти. Попечение это нужда. То есть озаботиться. Одеяние да, нужно. А похоти менять. Неделю проносила сбросила. И царица Екатерина а сколько у нее платье было? Ну дни два, не три, полторы тысячи они нужны. Ведь полторы тысячи это каждый день надо по четыре раза переодеваться. Что это? Похоть. А после этого рассматривать да, вот такого-то сверху. А сколько у него обуви было? Ну 300 ботинок. Я сапоги третью мать ношу и не могу сносить. И желание это есть, конечно. А нужно это или не нужно? Вовремя остановить за едой. По печенью оплойте надо поддержать. Бог так устроил. Но не превращайте в похоти. Да, надо что-то знать. Не превращайте в похоти. Гоняйте кто-то за похоти. Ты услышал это? А что для плоти нужно? Это ваша задача родителей. Ребенок родился, ты ему скажи. Человеку, примеру, вот столько-то надо, а вот столько-то надо. Любому ветеринару обратись. Одна десять овечек сено надо столько же, сколько на одну корову. А на лошадь одна целая, одна десятая. Человека точно так. Согласно весу, весил его столько, больше тебе не надо. Среди до обеда пока, чтобы они не хватали, не таскали лечение-то. Я вижу это. Вот у нас в лагере этого нет. Это уже похоти. Послание Галатам 5.24. А те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями, легко узнать, Христов ты или дьяволу принадлежишь, они распяли плод свою. Вот хочется, прибей ее позорному столбу, со страстями и похотями. А эти не распяли не Христовы. Просто узнавать, я Христов или нет. Пожелания свои лишние. Распяли? А как распяли? А эти распяли когда? Она, что плод и мертвая, больше не восстает до самого смертного часа. Хочется сказать, кого-то обсудить, лишний раз поесть, побольше поспать. Я сколько раз говорю, зря в гости не ездите, можно обойти без этого. Находите себе рыбу. Это от пустоты люди едут. Кефесянам 2-3 некогда мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти. То есть это плот, как будто что-то другое. Это она требует. Спрашивают, какая температура? Пришли, как-то у вас холодно. Я говорю, 18 градусов, жара невозможная, холодно. А я готов, ну 24, 24, спечься можно. Я все время доложу температуру до 10 градусов зимой. Так 10, тогда топлю, до 10. И ни разу за зиму не простыну. Ты маленько смотри, что у тебя ночью по копейке ребенка научить, какие у него появляются копейки, 10-й откладывайте на дело Божие, на благовестие. У меня тогда у ребенка я еще не получил ни рубля в поддержку благовестия. Даже самому маленькому попадает что-то там, что-то сдал, чтобы он заботился, что есть люди, которые беднее его живут. Кому-то я Евангелие смогу подарить. И гордости житейской. А гордость это главное погибель сатаны. Он возгордился на Бога. Возгордились первые люди. Возгордилась жена на мужа. Дети перед родителями. Слово гордость встречается в Библии 131 раз. Богатый урожай. Все виды гордости, какие только есть, в Библии их описывает. Псалом 30-19 стих. Да не не это устал живые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Если ты этого не испытал, тогда против тебя говорят с гордостью и презрением. Значит, ты один из мирских людей. Мир всегда будет нас ненавидеть. И причина только одна, потому что Христос нас избрал. Не из-за бороды, бородатых и в мире хватает. Не из-за того, что мы как одеваемся, какую должность занимаем. Из-за того, что мы иные. Человек, через которого я обратился, Михаил, он рассказывает, когда в поезде ехал, а он едет без рукавки, без бороды, он из пятидесятников. В одну купаться битый человек, и он говорит вокруг, вот пройдет и потом кто ты такой на него? Ну что я просто, Михаил Александрович, в тебе собачий дух. Он терпеть не может. Я говорю, понял, сатана зашел. Я говорю, не говорил, рукой не крестится, ну у них не принято дело. Но тот, зашедший в нем, почувствовал иного. Он не может, не спать, ничего, говорит, он прям подойдет, аж в курсе-то отойдет. Нам Господь показывает. Иногда к нам сюда забредают люди, и тогда мы делаем различия, как люди эти выглядят. И наши, когда в город ездят, ездят и говорят, какой иной мир, мы совсем от него отвыкли, как он выглядит, страшно. Исайя 10, 15. Пила гонится перед тем, кто двигает ею. Вообразил, пилой ты пилишь. Вот так и человек поднимает голос или что-то говорит. А для чего мы крестимся, молимся, чтобы показать смирение? Крестным знамением мы как бы готовы распяться Христу. Иаков 4, 6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Петр об этом пишет. 5, 5. В первом послании. Сырахов 11, 7. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Приучите детей разговаривать скромно друг с другом, с учителями, со старшими. Это ему сгодится навсегда. Скромный всегда будет замещен Богом. Какое бы слово ни сказал, гордый никак не покоряется. Вам не знаете гордые ваши дети? Придите ко мне. Я про ваши детей кое-что вам расскажу. Где он гордится конкретно, в такой обстановке. Это особенно видно в храме, как они дети томятся. Смиренный он смиренно будет вести детей. А он здесь ничего не понимает. Не просажать их. Тавит 4, 13. От гордости погибель. А вы помните, как в школе учили человек? Это звучит гордо, горько. А я знаю, что человек, это звучит страшно. Нет того зла, преступления, до которого человек бы не пошел. Вообще не существует. Вторая параллель поминон 26, 16. И вот возгордело сердце его на погибель ему. И он вошел в храм, чтобы воскурить. Вот так сделали сектанты. Те, которые не в церкви любят, все на одного города. А почему? Вопрос. Да потому, что они взяли сделать то, что им не принадлежит. Они ломают хлеб, пытаются показать, что-то они могут, прищищают. Ничего этого нет. Вот это грех лодии. Бог покрыл проказ. Это духовно все. Надо разуметь. Притча Соломона 16, 18. Погибели предшествует гордость. Вам интересно узнать подробнее? Вы эти места дома откройте и ребенку скажи, вот ты идешь вот здесь так гордо, тебя столкнули или обидели, отойди смиренно. Мало того, соверши крестное звание и посмотри, какой результат. Самый маленький бросается на старшего бьет. Это у меня в лагере. Поэтому лет 7, а тому 13 лет он подходит к нашим полокам и бьет. Дети очень гордые, непокоривые. А только смирился бы, да даже если заплакался с крестным знаменем, и то враг успелился бы. Из Икииля 32, 12. Господь уничтожит гордость Египта и погибнет все множество его. Почему пал Советский Союз? Гордость. Больше гордости ни в одной стране не было. Почему Павла Советская Россия гордость? Считаешь, как себя вели, как надмивались, как другие страны лезли с войсками, пытались кого-то усять, ты усмиряй сам себя. Похоть очей и гордость житейской принадлежит сатане. И вот тебе новая готовая молитва. Господи, от похоти мира, от похоти очей и от гордости житейской избави нас пришедших сегодня в храм. Аминь.